Всем привет дорогие друзья! У нас сегодня начинается наш новый день в Санкт-Петербурге И Питер, я хочу сказать, что это такой город, который невозможно посмотреть за два дня То есть, посмотрели мы Эрмитаж, посмотрели дворец Екатерины, погуляли по Невскому Но хочется еще посмотреть соборы, ну хотя бы один, либо Казанский, либо Исаакиевский, не знаю И времени не хватает, в общем, я изначально бронировала до сегодняшнего дня отель Потом мы с Ваней решили продлить, поменяли билеты назад на один день и сдвинули И хотела я продлить гостиницу, но у гостиницы в этой уже нет номеров Номеров по той цене, по которой мы бронировали Мы бронировали 2,400 в сутки номер у нас обошелся А сейчас они почему-то, наверное, под праздник 4 с лишним, 4 с копейками В общем, поэтому сегодня мы с Ваней переезжаем Вань, перестань Сегодня мы с Ваней переезжаем в другой отель Я нашла по цене, которая нас устраивает В общем, он находится, в принципе, здесь неподалеку Поэтому мы сейчас в 12 собираем вещи Сейчас идем, как всегда, на завтрак И там в окрестностях уже погуляем, посмотрим, походим Так что, как всегда, день с нами Поехали! Завтрак у нас, как всегда, у меня каша, бутерброды У Вани просто бутерброды с чаем Хочу сказать, что сегодня прямо в отеле аншлаг Все места заполнены здесь На завтрак, видимо, к выходным людей больше проезжает В общем, опять мы с Ваней на том же месте Возле нашего отеля В общем, расположение у отеля вообще просто чудесное Он находится на Невском Но это Невский такой не оживленный Вот, который туда дальше, к армитажу идет А прямо непосредственно находится рядом с московским вокзалом Это очень удобно Потому что, если вы приезжаете на поезде Вам добираться сюда 5 минут максимум Другой отель, в принципе, я неподалеку тоже в центре арендовала Но идти туда 30 минут Поэтому с рюкзаками не очень хочется Опять мы сейчас взяли такси Такси-ход стоит 116 рублей Но мы все пользуемся Яндекс.Такси Ну, нам это удобно В принципе, что на автобусе ехаешь и на такси, разницы нет Почему? У этого уже расположение у него в центре Он отель Смотрите, какой дом безумно красивый Весь расписной Но уже дальше от московского вокзала То есть мне очень удобно искать, владеть Все-таки самое лучшее расположение Это на Невском Вот я для себя сделала вывод Что когда приезжаете, если селитесь заранее Вот мне уже парочку отелей подсказали Отель Москва очень хороший Сегодня там тоже еще написали В общем А у нас сейчас называется Иоланта Вот он, видите Иоланта Тоже какой-то такой старенький дом Чайковского 65 67 Вон посередине написано Иоланта А вот этот дом, конечно, безумно красивый Слева Ну, здесь от центра прям Ну, это вот все находится в центре Если по карте можете посмотреть Пойдем вперед Так, ну, здесь вот так вот все выглядит Если там у нас был такой Действительно такой парадное было То здесь уже все такое современное Ступеньки современные Яндекс его рейтингу Да? Ну, я смотрела по рейтингу Слушайте, вот меня спрашивали критерии Критерии, чтобы рейтинг был, ну, не менее 9 Потому что, ну, мы с Ваней искали Ходили по Невскому Вот так вот Сами заходили Несколько зашли отелей Мне категорически не понравились Потом могу вам рассказать, как назывались Там один вообще Ремонт Ремонтные работы какие-то там велись Ковролин укладывали Запах был Мам, не горю Я говорю, так вот закажешь А потом попадешь непонятно куда А здесь, вот видите, рейтинг 9,1 На Букинге Ну, посмотрим Что нравится, что внешне очень чистенько И куля Вот я смотрю, на этаже стоит Это очень хорошо Так, номер у нас где-то на третьем этаже Идем мы с Ваней Что есть? Чайник Чайник вроде в номере был Сейчас посмотрим Прям ремонт такой свежий Я, кстати, убала Не зря, наверное У меня был рейтинг такой И перила тоже Точно такие же красивые Я смотрю, здесь прям все стремятся Отели Вот такие мини-отели У них у каждого Все лучше и лучше Так, а мы идем искать наш номер Б1, Вань Вот он сразу Ага, тоже электронный Ключ здесь А там даже Ключи допотопные Которые, знаете, дверь надо Ключом открывать Давай вставим сразу Да будет свет, сказал монтер Вот так вот выглядит Здесь у нас Ну нам, собственно говоря Сейчас здесь-то мы Останавливаться уже У нас дальше Программа с вами Насыщена Но очень хорошо Что заселили нас Раньше А ты куда раздеваешься? Мам, смотри Твой страх Какой? Ну, что типа Левустров Ага, хорошо При входе Хороший, широкий Тоже большой шкаф Здесь, конечно, все Не с таким размахом Как было предыдущей Но есть Гладильная доска Неужели есть и утюг? Утюга не вижу Есть сейф Что есть? У нас это Чай Да Номер просторный Уютный Он даже больше Чем наш предыдущий Да, Вань? Мам, ты куда? Сейчас, сейчас я здесь Сбоку стою Большая кровать Кресло есть удобное Стол С этим С холодильником В общем, вид Тоже Внутрь двора О Не знаю, что у тебя пищит Есть небольшое зеркало Всем привет Просто у меня даже неохота раздеваться Потому что мы сейчас идем дальше Погуляем сейчас вдоль реки Квартиру Пушкина Нам надо найти Чехол по дороге Ванна Шикарная Не ванна, а душ Очень все уютненько Здесь есть мыло Шапочки для душа Здесь стаканчики для щеток Полотенчики Но в предыдущем, конечно, оттуда полотенца были более свежи Освежитель для воздуха И вот такая вот душевая кабина Вместе с ванной Душевая кабина выглядит вроде бы прилично Гель там какой-то есть Полотенчики для ног Да, запахло приятно Ну, в общем, все очень-очень цивильное, ребят Слушайте, я не ожидала вот такого уровня От отелей в Питере на самом деле Мам, я хотела сказать Ну, это не реклама Мне кажется, в этот отель можно приезжать Ну, это как гостевой дом Он тоже три звезды Смотрите, просторно, светло Чисто Две шестьсот номер стоит Это не реклама Ваня, ну, при чем здесь реклама? Ясное дело, что не реклама Хорошее освещение наверху тоже светлое Кондиционер есть, телевизор есть Единственное, что, знаете, чего нет? Тапочек Тапочек А что ж нам без тапочек? Мы же с собой не брали наши Но мы хорошо с того отеля сейчас забрали тапочек Нет в шкафу тапочек? Было написано, что тапочки должны быть Только сейф Мне нравится, гладильная доска есть А утюга, ну-ка, может, там за ним утюг Нет, утюга нет Зато гладильная доска есть Так, все, Ваня, закрывай Зато сейф есть Вот такая вот красота А мы движемся дальше сейчас На квартиру Александра Сергеевича Пушкина Очень хорошо, что здесь все на домофоне И ключик нам дали от домофона То есть никто посторонний сюда не придет Спросила у девушки насчет вот этого дома красивого такого Говорю, что это за дом такой? Она сказала, не знает Ну, говорит, какой-то бывший доходный дом Ну, здесь они, в принципе, все бывшие доходные дома Посмотрите, какой Красивый С балконами С такими Из коричневого у него какая-то такая отделка Со львами Со всеми делами Давай у гугла спросим сейчас Улица Чайковского, дом 63 Что за дом в Питере? Дом Шнебера Доходный дом князя Чавчавадзе Видимо, наверное, грызин какой-то Грызин какой-то В общем, дом красивый Так, ну а мы движемся дальше Мы вчера у князя Потемкина Видели коня Пегова такого Не пегова, а белого в крапинку А здесь голубь, смотри, какой же белый в крапинку Не видела таких белых голубей Так, отправляемся мы по навигатору Но здесь, знаете, в Питере Особое удовольствие именно ходить по улицам И рассматривать вот домики разные Вот какой мне, допустим, нравится Мы останавливаемся и читаем по гуглу В общем, прошли с Ваней 200 метров И вот здесь метро Чернышевского находится То есть недалеко от метро мы живем Поэтому до вокзала просто будет добираться Этот дом очень похож чем-то на историческую библиотеку Которая в Москве у нас на Красной площади находится Очень похожа, но здесь, видимо, нужна то ли реставрация То ли уход, то ли еще что-то Вот это вот набережная реки Фонтанкин Но здесь сносит, реально сносит Очень красивое ограждение Я думаю, что здесь, наверное, очень красиво летом, да? Покататься на каких-то теплоходиках по реке Но сейчас ветер просто Я, видите, Ваня уже одела шар В смысле, капюшон И утки при такой погоде плавают Слышишь, Ваня? Утки при такой погоде плавают Вид красивый, но очень холодно Пойдем дальше Где-то мы уже тут совсем прям недалеко Мне навигатор показывает Показывает, подсказывает Вот это, Ваня, что слева? Посмотри по навигатору Посмотри Вот этот дом слева Что это за дом? Ваня идет на своей волне Смотрите, какой вид отсюда По навигатору мне показывает чижик-пыжик Что-то я про него слышала Про чижика-пыжика Где-то здесь Маленькая фигурка чижика-пыжика Должна быть Камера показывает Набережная реки Мойки Набережная реки Мойки И все, нам по прямой Где-то мы уже сейчас Скоро придем А вот здесь я видела Там указатель Летний сад Летний сад Тут какой-то стоит здесь Очень красивый храм Да, Вань? Очень красивый храм Так, а нам где-то прямо Там нужно еще По маслу перейти налево Идем в музей Но не могу пройти Мимо такого красивого храма Он чем-то напоминает Собор Василия Блаженного У меня вот так вот Чисто внешне Вот эти вот башенки наверху Такие симпатичные изразцы В окнах Оно Наверное, это скорее всего Вот я по карте не помню Мне карта как-то Не показывает Мне кажется, что это храм Спаса на крови, скорее всего Что это у нас? Не надо, спасибо Спас на крови, да Касса с 10-30 Спас на крови Взрослые 350 Молодежь до 18 100 Студенты Курсанты 100 Владельцы Дети до 7 лет Бесплатный билет А мне уже 8 У нас еще 450 рублей С нас будет Пойдем посмотрим, Вань Такая красота И так хочу побывать В общем-то К моему великому сожалению Ваня наотрез отказался Идти в храм Он очень спешил На квартиру Пушкина Поэтому я не посмотрела А мне было, конечно Очень-очень интересно Потому что этот храм Был сооружен В память того Что на этом месте В 81 году В результате покушения Был смертельно ранен Император Александр II Храм был сооружен Как памятник Царю-мученику На средства Собранные по всей России Вид отсюда просто Ваня, мне кажется Мы с тобой недавно Здесь стояли Только снимали Вон с того моста Когда мы с Дворцовой площади шли Или нет? Похоже Дошли мы Наконец-таки До квартиры Пушкина Музея Здесь Сам Пушкин Стоит Скульптура Так, а где-то касса Где-то касса Там указатель был Где-то здесь Вон касса Написано Пойдем зайдем Вот такие вот цены Видите 380 с аудиогидом Ну что с экскурсией Что с аудиогидом Ну просто Экскурсия будет позже Поэтому Слева от арки Вниз по лестнице Сейчас проходите Слева от арки Вниз по лестнице Продвижайшая арка Ага Спасибо Вот такие цены На улице Такой ветер Что волосы Чтобы сохранились В порядке Я не знаю Что нужно сделать Здесь небольшая очередь Сейчас Чтобы выдали наушники И Ваня побывает Там, где была Его учительница Сейчас Ваня В общем Выдали нам Наушники С Иваном Аудиогид Видите Сейчас как удобно С аудиогидом Заходишь Тебе сразу Все говорят В наушниках Ты все слышишь Все понимаешь Квартира Пушкина Что-то я включила У меня ничего не происходит Ты слышишь Сейчас что-то Да Говорят Тебе что-то Так у тебя пауза Единственная в Петербурге Мемориальная квартира Пушкина Посвящена Последнему Самому драматичному Периоду Жизни поэта Музей Размещен В бывшем Особняке Князей Волконских На мойке Близ Конюшенного Моста Мойка 12 адрес В первом этаже Этого дома В квартире Из 11 комнат Пушкина Его семья Поселились В сентябре 1836 года Здесь же Спустя 4 месяца 29 января 1837 года Поэт скончался Смертельно Раненый Дантесом На поединке Мемориальная квартира Реконструирована На основе Свидетельств Современников И ряда Исторических документов В музее Представлены Письменный стол И кресло В кабинете Пушкина Локон его волос Посмертная маска Украшения Жены Портреты детей Диван На котором Умер поэт И другие уникальные вещи Принадлежавшие Как самому Пушкину Так и членам Его семьи Друзьям И знакомым Нам очень подробно Рассказали В ходе экскурсии О конфликте Между Пушкиным И Дантесом Почему произошла Дуэль Противники По данному знаку Идя один на другого Но ни в коем случае Не переступая Барьера Могут стрелять Сверх того Принимается Что после выстрела Противникам Не дозволяется Менять место Для того Чтобы выстреливший Первым Огню своего противника Подвергся На том же На том же самом Расстоянии В общем Помимо того В избежание Новых рас Пресекунданты Не должны были Допускать никаких Объяснений Между противниками И одновременно Не упускать Возможности К их примирению Пушкин Принял условия Дуэли Даже не ознакомившись С ними Выпив стакан Лимонада Он вышел С Донзасом Это было бы Ближайший друг На улицу Оба сели в сани И отправились Через Троицкий Мост К месту дуэли За черной речкой Близь так называемой Комендантской дачи На дворцовой набережной Они встретили Ехавшую в санях Жену Пушкина Наталью Николаевну Встреча эта могла Предотвратить дуэль Но жена Пушкина Была близорука А Пушкин смотрел В другую сторону Подъехали к комендантской даче Одновременно с Донтесом И его секундантом Пока выбирали площадку Для дуэли Пушкин сидел на сугробе И равнодушно смотрел На эти приготовления Но выражал нетерпение Когда Донзас спросил Его находит ли он Удобное место дуэли Он ответил Мне это решительно Все равно Только пожалуйста Делайте все это поскорее Все было готово Противники встали на свои места Донзас махнул шляпой И они начали сходиться Пушкин сразу подошел Вплотную к своему барьеру Донтес выстрелил Не дойдя одного шага До барьера Пушкин упал Я ранен Сказал он Уля раздробив кость В верхней части правой ноги У соединения с тазом Глубоко ушла в живот И там остановилась Смертельно ранив Секунданты бросились К Пушкину Но когда Донтес Хотел подойти Он остановил его Подождите Я чувствую Достаточно сил Чтобы сделать свой выстрел Донтес Встал на свое место Боком Прикрыв грудь Правой рукой На коленях Полулежа Опираясь на левую руку Пушкин выстрелил Уля, не задев кости Пробила Донтесу руку И по свидетельству Современников Ударившись об пуговицу Отскочила Видя, что Донтес упал Пушкин спросил У его секунданта Убил я его? Нет Ответил тот Вы его ранили в руку Странно Сказал Пушкин Я думал Что мне доставит Удовольствие его убить Но я чувствую Теперь Что нет Донтес Хотел сказать Несколько слов примирения Но Пушкин Перебил его словами Впрочем Все равно Как только поправимся Снова Начнем Наконец Подъехали к дому Приехал известный В то время доктор Орент Придворный врач Скажите мне Откровенно Обратился к нему Медленно Произнося слова Пушкин Каково мое положение Я должен вам сказать Что рана ваша Очень опасна И на выздоровление Ваше Почти не имею надежды Пушкин Кивком головы Поблагодарил Орента Просил Только не говорить Об этом К жене Ну и собственно говоря После смерти Пушкина Все вещи Семья съехала Из этого дома Все вещи Были вывезены Это детская В детской Просто присутствуют Вещи того времени Эпохи Пушкина Ну а это То самое место Где Вот на этом диванчике Как говорят Экскурсоводы Умирал Пушкин Это его Библиотека Библиотека Конечно Потрясла нас До глубины души Здесь провел Свои последние Часы Пушкин В этом месте В общем Все очень печально Печально Все очень закончилось И я все время Думала Какая нелепая смерть Какой великий человек И какая нелепая смерть Ваня слушал экскурсию С удовольствием С превеликим удовольствием Это наверное Единственная его экскурсия Кроме Гранд Макета Которая Ему понравилась И надеюсь Что он что-то запомнил Из всего из этого В общем Погода сегодня К прогулкам Совершенно не располагает Пошел дождь Сейчас Вышли мы с квартиры Пушкина Мама, это моросит Решили с вами Пойти пообедать В общем Нашли какой-то там Обед-буфет Название Находится он На Невском В общем На такси Сейчас отсюда За 150 рублей Доедем Я говорю Вот Все что более-менее Нормально Все на Невском проспекте Поэтому Там самое оптимальное Это вот Жилье там снимать Убегая от снов И от прожитых лет Все равно Все равно Ты себе Не изменишь И от жизни Возьмешь Только то Что тебе Даст Господь И не больше Не меньше Возьмешь